Приветствую вас, друзья! Сегодня у нас очередная барахолка. Давно я не делал отдельное видео. Уже накопился кое-какой набор оборудования и игрушек. И, наверное, стоит сделать видос. Все это время висела декабрьская барахолка. Много из нее, конечно, уже было продано. Но есть некоторые винтовки, которые остались. Здесь некоторые дополнительные появились. И винтовки, и оборудование есть также. И баллоны разные, и заправочные станции. Все я, конечно же, здесь выкладывать не буду, но оно все есть, все комплектуется. Спортивные винтовки также некоторые остались, некоторые проданы. Единственное, чего не будет, это Атамана Ультра. Его я разобрал. Забрали ложе, забрали приклад, забрали зеленое ложе тоже, которое было. Поэтому сейчас я переформатирую винтовку МБ-20 в калибре 5.5 прямоточную. Другую ложейку переложу и где-нибудь ее вам покажу. Все остальное есть, все будет пронумеровано. Переходите в закрепленный комментарий, там каждый лот будет по своему таймингу обозначен. Кому что нужно, пишите. Контакты все есть в описании, не спрашивайте меня, как со мной связаться. Связывайтесь из описания любым удобным вам способом. Группа ВКонтакте есть, можете там меня найти. Есть телеграм-канал, тоже подписывайтесь, переходите в чат. Там можно общаться, задавать вопросы, там мы общаемся, всегда отвечаем. Есть WhatsApp, на WhatsApp отвечаю всегда. Также этот ролик будет продублирован на всех ресурсах. Переходите, кому что нужно, выбирайте, покупайте. Цены на некоторые изделия снизили, те, которые лежат давно. Винтовка МБ-20, редукторная версия. Настройка в подарок, как и обещал. Более бюджетные изделия МБ-20. На нее был недавно обзор, останавливаться не буду. Абсолютно новая винтовка. Настройка в подарок. Винтовка для открытого класса, настроенная на редизайн. Егерь, КСПЗ, кастомный ствол, также 500-ый твист, отсекатель. Магазина в комплекте нет, но могу укомплектовать. Мостик стоит, штатный. Вот рог. Потому что высокая щека, без мостика не получится. Шикарное ложе от Славея. Еврошина. Ну, идеальная винтовка. Тоже трогать приятно. Регулируемый тыльник. Исполнение выше всяких похвал. Серьга титановая стоит. Ствол завороненый. В отличие от предыдущей винтовки. Цена в описании. Так, это Манн М2Р. Алексей Солдатова. Карбоновая ложа. ЛВшка. 1.6G. Кейс Сторм. Полный аналог Пеликана. Прицел Люпальт Компетишн. Полная комплектация. В идеальном состоянии. На кольцах Люпальт. Блендочки есть. Все в идеальном состоянии. Бленда. И есть еще бустер. Который делает кратность. Какой? Ну, какую-то кратность делает. Какую-то кратность. Здесь написано, кстати. Там где-то 50, 60, наверное. Короче, много. Хронографы надульные. Для PCP пневматики. Очень точные. С07, по-моему, называется. Есть различные переходники. И все это можно скомплектовать под нужную вам винтовку. Ну, либо выточить новый. Как видите, в ассортименте. Есть новый, есть БУ. Цена в описании. Следующий лот. Винтовка ВЛ-21. То есть, это приемница ВЛ-12. Опускается другой компанией. Калибр 5,5. Стоит эксцентриковый модератор. Насколько я понял, от снайпера 71. Штатный модердит в комплекте. Три магазинчика. Один штатный, два, наверное, агиосовские идут. Такие вот. Заправочный штуцер. Винтовка обслужена. Поменены резинки. И заменен манометр. Травила через манометр. Долго пришлось не повозиться. Но винтовка сейчас исправна. Сертификат соответствия. Так. Настроена на пульку 1175 грамма. Цена в описании. Ну, вот так. Очень хороший сохран. Здесь удлинитель приклада деревянный. Но это все можно убрать. Обвес частичный стоит. В хорошем состоянии. Исправная винтовка. Следующий лот. Знаменитые кольца Бурис. С эксцентриковыми вставками. На 30-ю трубу. Для тех, кто хочет установить обнуленный прицел. Или сделать дополнительный наклон. Очень большая редкость. Не попадают на барахолку они. Но вот сейчас они появились. Продаем. Цена в описании. Следующий лот. ВЛ-12 Айбон. Одна из переходных моделей ЛОЖ. Последние были другой генерации. Калибр 6.35. Настроенный на пулю 2.2. В комплекте эксцентриковый модератор. Цена в описании. Винтовка также была недавно обслужена. Следующий лот. Винтовка FX Typhoon. Калибр 4.5 миллиметра. Винтовка прямоточная. Винтовка, кстати, достаточно старая. Здесь написано какой-то год. Естественно, она немножко допилена. Есть крепление на вивер. Из особенностей. Можно пользоваться с двух сторон. Но ЛОЖ больше запилена под левшу. Но тем не менее. Вот я пробовал с ним стрелять. В принципе, никаких проблем я не испытывал. Хотя было сказано, что винтовка под левшу. Так, здесь пружина. Боевая сюда крепится. Ложа, понятно, не родная. То есть немножко здесь все модернизировано. И прицел вот этот идет с ней в комплекте. Чего-то тут полтора на шесть. Ну, короче, до кучи, как говорится. Здесь регулируемый тыльник. Винтовка очень красивая, интересная. Модератор есть. Скручивается. Можно любой альтернативный сюда поставить. Цена в описании. Следующий вот ночник. Пульсар Диджикс. С подсветкой. Полный комплект. Аккумуляторы. Зарядное устройство еще есть. Проверял. Стоит в розетке. Наглазник. Крышечки. Все работает. Цена в описании. Вайраух HW100. Калибр четыре с половиной. Есть модератор. В кастомном исполнении. Мостик. Ствол. Отличная винтовка. Для ценителей. Цена в описании. Калибр четыре с половиной. Леший-1. Кастомная рукоятка. Кастомный редуктор. От Демица. Запасная вставка. В модер. Отличный аппарат. Кто хотел купить, но не смог. Вот пожалуйста вам. Отличный вариант. Цена в описании. Мостик для Атамана. Наклон 20 муа. От Олега. Цена в описании. Следующий лот. Винтовка Атаман. Карабин М2Р. Калибр 5.5. Настроенный на пулю. 1.175 грамма. Цена в описании. Есть небольшие следы эксплуатации. Но в целом все в идеале. Следующий лот. Стенд для настройки редуктора. Егеря. Подходит и роковские, и КСПЗшные редукторы. Из нержавейки сделан. Монументальная вещь. Рекомендую. Для тех, кто пользуется перенастройкой. У кого несколько изделий. На компанию можете взять. Следующий лот. Метеостанция Кестерл 5500 ЛИНК. С блютусом. Которая соединяется с баллистическими калькуляторами. Со своим приложением. Без Applied Ballistics. Все параметры. Погоды. Температуры. Отличная штука. Которая позволит вам значительно улучшить ваши возможности. Цена в описании.